МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город» программа «Семь минут». И сегодня у нас в гостях основатель первой в Рязани негосударственной автошколы автокласс Вячеслав Александрович Галкин. Здравствуйте! Вячеслав Александрович, сразу первый вопрос. В нашей стране по законодательству человек может в 18 лет пойти и сдать на права, отучиться, сдать. Не рановато ли ему в этом возрасте? Он уже осознает всю ответственность, которую берет на себя? Или же в юном возрасте проще гораздо адаптироваться к дорожной ситуации? С одной стороны, в молодости всегда все проще. И это естественно. Но иногда ментальная наша система показывает, что наша молодежь не очень серьезная, и не до конца она понимает ответственности. И, садясь за руль в этом возрасте, еще не готовы они соблюдать законы и так далее. Откуда это берется и как, это вопрос другой. Поэтому, с одной стороны, закону в 18 лет. Но если родители умные и так далее, постараются, чтобы их ребенок сел за руль, убедить его. Или воспитать, как воспитать, чтобы он знал эти дела. На этом, наверное, основано, скорее всего. А законодательство 18 лет нам сказали, мы поэтому так и учим. Кстати, сейчас можно будет сдавать 17 лет, но права получишь в 18. Если человек выполняет правила дорожного движения, он готов в любом возрасте. Главное, чтобы он научился выполнять закон. И именно вот самый закон важный – это безопасность. И его должны соблюдать люди не в целях того, чтобы кого-то ущемлять права, а даже себя спасти. Это уже очень большой момент. Если человек понимает, что он не только себе сохраняет жизнь и другим, все получается взаимосвязанно. Ну, до этого он должен понимать это как минимум. А это да, это вопрос уже такой, знаете. Смотришь на нашу молодежь, иногда так думаешь, рановато будет. Но уже отношения к учебе видны. Ведь многие приходят, и молодые ребята, и хорошо учатся, и занимаются. А некоторые приходят, и они не хотят учиться. Вот они не хотят, и все. И убеждаешь им, и говоришь, вот все равно он… И родители не контролируют. Не контролируют, не следят, как он учится. Пришли бы спросили, как мой сын, как он учится. Не приходят, даже не интересуются. Удивительная вещь. Вот что касается сознательности как раз-таки, да, я уверена, что многие автомобилисты сейчас согласятся с высказыванием, что скутер детям не игрушка. Тем не менее, зачастую у нас очень много школьников ездит. Подснежники. Подснежники, которые начинают гибнуть с самого начала, как только появляется вот… Это же всем известно. Эти люди гибнут, тысячами гибнут. А это молодые люди. На моих глазах только что купили мотоцикл. День рождения на Московском шоссе, я помню. Дали ему тогда, я помню, мотоцикл «Ява». По тем временам очень шикарный мотоцикл. И он тут же, вылетая из двора, попадает под бензовоз и погибает. На глазах родителей. И радость превратилась в трагедию. Я вот ему сразу сказал. Я говорю, Саш, о мотоциклах даже не думай, только на машине. Потому что мотоциклы, как пешеход, самые уязвимые люди. Ведь они как родители не боятся человеку. Тем более в наших условиях, когда люди правильно соблюдают, отпустить ребенка на велосипеде, на мопеде, это равносильно не дорожить его жизни. Скажем так, что на скутере ездят у нас молодые зеленые, понятие ПДД, которым практически незнаком. Вот не пора ли в какой-то степени, может быть, даже ввести категории на этот вид транспорта? Ну ее сейчас вот ввели наконец-то. Ну в правилах давно написано. Не имеет значения, была категория. Правила написаны, они есть. Их не выполняют. Ведь на мопедах запрещено вообще перевозить пассажиров. Только ребенку до 7 лет. А у нас, мы видим, двое едут. Даже обязательно быть в шлеме человек. Он без шлема едет. Запрещен поворот налево. Разворот, если менее двух полос есть, трамвайные пути. Поворачивают. Все нарушают, все, что можно. И это видно невыженым глазом. Причем есть люди, которые, конечно, не знают, что они нарушают. Но незнание закона не освобождает от ответственности. Надо тоже принимать. За это ты будешь нести ответственность. Вот почему надо знать закон, чтобы хотя бы как с ним играть? За что ты будешь отвечать? Как ты будешь потом выкручиваться? Ведь потом, я не знал, это же детский лепет. Я не знал, вот я не... Это же не разговор. В правилах это есть, в законе это есть. Просто сейчас, наконец-то, приняли закон, что он должен обязательно экзамены сдать. Хотя бы будет основа его остановить, что у него нет документа. И хотя бы, может быть, как-то его... Вот пусть он ознакомится с законом. Хотя бы ознакомится. Вот если экзамен будет сдавать, он хотя бы ознакомится с ним. А хочешь ли хочешь, на подсознании он уже будет сидеть. Поэтому он позволит ему, благодаря тому, что он это знает, хотя бы как-то пытаться его выполнить. Это лучше, чем человек вообще ничего не знает. Вот у нас в городе появилась такая мода, несколько лет 10 назад, на скоростные мотоциклы, вообще на мотоциклы. Вот не всегда увидишь в зеркало такую штуку. Вы знаете, я сам мотоциклист. Я когда сдал на права еще в свое время, и этот закон-то вышел где-то уже в 97-м году, что обязательно должны фары включать, мотоциклы. Я тогда уже включил фару и ехал с фарой. Меня когда гаечник остановил, ты что с фары едешь? Я говорю, да меня никто без фары не видит. Я законным не запрещено, поэтому я ее включил. Я тогда уже понял, что меня спасают фары. И я знал одно, что здесь мотоциклист должен на себя только рассчитывать. Но я учу своих учеников. И сам, когда я за рулем знаю, что такой водитель, что он недочищен, и его легко убить. А это уже совсем другая статья. Я слежу за ними, я прислушиваюсь, и музыка всегда тихая. Я когда услышу мотоцикл, я мгновенно, я всегда чуть правее беру и левее, давая возможность ему. Я знаю, что он ему поедет, никуда не денешься. Поэтому берешь чуть правее, чуть левее, чтобы он проехал именно тебя. Кстати, они проезжают, обычно показывают вот так, и поехали дальше. Вот в Москве, и даже сейчас в Рязани, я заметил уже так, так наши мотоциклисты тоже ведут. Когда дашь им дорогу, они тебе и поехали дальше. Лучше с ними не кантовать, а дать им возможность проехать. Надо за ними отследить. Надо в привычку отследить. Именно вот те уязвимые велосипедистов, помпеды, которых легко убить. В машине, которые в машине не так страшно. Это кузов о кузов, а это уже конкретно, люди погибают, это уже совсем другое дело. Вот именно мы так на этом строим. При обучении, процессе, стараемся уже заранее сказать, что лучше с ними не кантовать. А вот надо их видеть, надо их выискивать, надо их смотреть. Тогда ты их увидишь. Не будешь, забудешь про них, может быть, беда будет. Тем более, они сами знают. Сейчас, не знаю, как лучше дальше будет, или хуже, или лучше. Даст какой-то положительный результат, то, что сейчас экзамены будут сдавать. Наверное, даст. Наверное, даст. Сейчас у нас в городе очень много машин стало. Да, город меняется, городские реалии меняются. Много машин, водители хамеют, борзеют, мало мест для парковки. Совершенствуется ли процесс обучения молодых водителей под городские реалии? Ну, в программе этого нет вообще, надо сказать. Вообще нет ничего. Кстати, те вот зазоры, которые там сдают, их в реальности существует. И надо, почему-то, с первого раза заехать только, обязательно с первого раза. И все, там, два автомобиля. Сделали реальные условия. Хоть с десятого заехать, но встань там, чтобы было там 10 сантиметров с одной, с другой стороны. Не важно, сколько раз. Если бы это на экзаменах применялось. Кстати, мы этому учим. Мы учим 5 сантиметров с любой стороны. Мы учим, как это легко можно и встать, и легко можно выехать. Используя движение вперед и назад. И руление. Мы этому учим. Надо всего там 7 рулений для выезда. Даже если 5 сантиметров там. Ну, всего 14 получается. Вперед и назад. И спокойно можешь выехать даже с 5 сантиметров. Это мы учим. Мы это учим. Это уже естественно. И естественно, опять-таки, мы учим. Но не все ходят на эти занятия. Это же занятие, оно же не вне программы. А вне программы мы не можем заставить человека. Мы поэтому и делим этих, как его, чайников. Которые учатся по программе государственной. Мы их называем чайниками. Которые потом по принципу не знал, забыл. Становятся самоварами. И есть наши программы, которые у нас люди проходят их полностью. Вот они уже все знают, все умеют. И они выходят полноценные водители. И я думаю, они только будут развивать свои знания. Касались мы уже темы хамства на дороге. Откуда же оно берется? Что человек психически здоровый, выехал на дорогу и стал тираном настоящим. Откуда это? Ну, скажу сразу. Вот если человек выполняет правила дорожного движения. Какой бы он ни был по жизни. Он уже культурный человек. Возьмите пункт 8.1 и 8.2. Пункт правила дорожного движения. 8.1. Перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом. Войтель обязан включить сигнал поворота в соответствующем направлении. А если они неисправны, даже показать рукой. Пункт 8.2 говорит, что надо данные сделать в момент заблаговременно. Заблаговременно. Вот уже включение поворота, показывая другим водителям, куда ты едешь, предупреждая о том, что ты меняешь полосу ряд и брачи, это же самые опасные маневры. Это же культура. Культура уважения другим людям, что ты включился заблаговременно и показал, куда ты едешь. У нас, посмотрите как, повороты никто не включает. Это уже хамство. Вот само отношение людей к другим людям. А ведь я еду, например, если я вижу, что поворот включил, или я его пропущу, или посигналю ему, будь осторожен, я еду. То есть, если он включил поворот, он даже себя спасает. Спасибо вам большое за интересную беседу. В гостях у нас был руководитель и основатель Негосударственной автошколы «Автокласс» Вячеслав Александрович Галкин. Смотрите нас, скоро увидимся. Всего вам самого хорошего. До свидания.